Два начальника на один завод, на электротяжмаши продолжается борьба за директорское кресло. Сегодня Владимира Глушакова, считающего себя законным директором предприятия, не пускали на территорию завода. По распоряжению его зама, назначенного исполняющим обязанности министерством. На руках у Глушакова целый пакет документов, которые, как он считает, открывают перед ним двери директорского кабинета. У нас вадик документов о том, что на основании реестров, на основании всех решений судов. Я уже второй раз проезжаю, я был в четверг здесь, второй раз я проезжаю сейчас на завод, меня не пускают. Завод захватила группа из Запорожья, и вот они осуществляют контроль над государственным предприятием. Управляет предприятием на сегодняшний день исполняющей обязанности, который 21 числа поехал в министерство, написал заявление, прошу назначить меня исполняющим обязанности. Люди в камуфляже не пожелали назвать организацию, которая их направила охранять Харьковский электротяжмаш. Но вы же находитесь на государственном предприятии, почему без комментариев? Повторяю, без комментариев. Прибывшие на место полицейские, попытавшиеся прояснить личности загадочных стражей проходной, удовлетворились пояснениями юрслужбы завода. В юрслужбе завода считают, что все вопросы по поводу своего директорства Глушаков должен решать непосредственно с министерством. Я считаю, что Владимир Николаевич, не будучи специалистом в области права, добровольно заблуждается в порядке восстановления его в должности. В законе об исполнительной службе говорится, что решение судов выполняет исполнительная служба. После того, когда я был восстановлен, в этот же день я был опять уволен. Мы подали документы, я подал документы и в Печерский суд, и в Административный суд. Где Административный суд заблокировал это решение как незаконное, а Печерский суд его отменил. Решение административного суда министерство не обратилось с апелляцией на это решение административного суда, поэтому второе решение не вступило в силу. На месте присутствует и отдел специальной полиции, но ни правоохранителям, ни съемочной группе АТН не удалось пообщаться со второй стороной. У назначенного министерством исполняющего обязанности Дмитрия Костюка все утро шло совещание. Вы предлагаете мне силой заходить? Нет, я просто хочу узнать, как вы будете дальше действовать. Дальше материалы зарегистрированы по данному факту, будем разбираться, то есть истребовать документы, какие у них есть документы на руках. У них же тоже, я думаю, что есть какие-то указания министерства, приказы какие-то выданные. Чьи документы и аргументы весомее решать придется, видимо, не одному юристу. После написанного сегодня заявления в полицию, Владимир Глушаков готовит обращение в прокуратуру. В обладминистрации сложившуюся на электротяжмаши ситуацию пока не комментируют. Разбираются. Галина Шподарева, Павел Велицкий, агентство телевидения новости.